Здарова парни! Мы с вами прошлись по схеме 4-4-2 в одном из прошлых видосов и было очень много просьб просмотреть какие-то другие схемы, задачи, тактики и так далее. Та схема задачи и тактики были больше под игру через фланги, скоростных игроков, задвоение флангов и так далее. Сейчас же я хочу с вами поделиться более узконаправленной и самой по себе узкой схемой, у которой другие задачи, другие приоритеты и за основу там как раз таки взята идея игры через центр, быстрый переказ в одно-два касания. То есть более узкая центро направленная игра. Если вам будет полезно, если вам будет интересно, не забудьте поставить лайки пожалуйста, потому что от этого зависит рост канала и регулярность выхода новых материалов, особенно если вам интересна эта рубрика. Ну и перед тем как начать, опять таки не забываем, что для того, чтобы использовать эффективно все фишки, дриблинги, удары, защиты, вам нужны качественные игроки. И для того, чтобы их приобрести, нужны монеты. Наш сегодняшний спонсор вам с этим поможет покупка, продажа монет, а также оформление подписок на Xbox и PS Plus. Ну а если и этого мало, то покупка всех доступных игр на эти платформы через нашего спонсора Russia FIFA. Сотня довольных клиентов, а также положительных отзывов. Ссылка в описании. Как вы уже поняли по названию, у нас схема 4.3.2.1, одна из моих любимых схем. Давайте мы по-быстрому с вами пройдемся по схеме, тактикам, задачам и игрокам, которые необходимы при этой схеме. И после вернемся и вместе посмотрим примеры с поля боя в исполнении команды. Давайте проходиться по тактике, по задачам. Изначально схема выглядит следующим образом. 4.4.2. Про эту схему на канале уже есть материал, как настраивается. Сейчас только уберу человечка и поставлю. Вот так она выглядит. Что касается самой схемы 4.3.2.1, то во время игры, как только начинается матч, просто перестраиваемся в атаку. И у нас готовая 4.3.2.1. По тактике. Баланс защитный. 45 ширина, 65 глубина. Нападение. Баланс. Голевые моменты. Баланс. Ничего не меняю. Ширину также не трогаю. Я решил эту схему сделать максимально сбалансированным, а также больше пытаться именно вручную контролировать свою команду, а не за счет искусственного интеллекта. Игроки в штрафной. Буквально вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть делений. Остальные две. По две деления. Ширину ставим 45, как и говорил в видосе про защиту, для того, чтобы зональная защита работала. Глубина 65, для того, чтобы играть в высокий прессинг после потери мяча, вручную подниматься и встречать соперника как можно высоко на его половине поля. Сама расстановка выглядит следующим образом. Тонали отыгрывает. То есть нужен в этой команде один опорник. Да, я понимаю, что Тонали больше даже бокс-то бокс, как по сути Де Йонг, но его защитные скиллы помогают ему и позволяют ему отыгрывать чистого опорника. Сон и Гризман. Вот это, конечно, лучшее, что есть в этой команде. Потому что у Гризмана и у Сона есть золотые стили игры именно ударов внутренней стороной стопы вдальку. То есть с R1, то бишь финесы. Гризман справа кладет левой ногой. Сон слева кладет правой ногой. По КД можете в каждом матче забивать абсолютно без напряга. Единственное, Ансуфати здесь меня не устраивает. Но опять-таки это я уже буду менять на этой неделе. Что касается полузащиты. У меня тут Мэдисон, который выполняет все стандартные положения угловые и так далее. Он может как закрутить благодаря своему стилю игры с любого углового. Поятное дело, что с правой ноги под правую ногу в дальнюю девятку. Также у него есть закрутка, которая позволяет ему с любой точки поля, по сути, закрутить мяч с левой стороны именно в дальнюю девятку. А у Де Йонга есть стиль игры, который позволяет ему три вэллы, внешней стороной стопы, золотой причем, с правой стороны. То есть справа он атакует и правой ногой, внешней стороной кладет в дальнюю девятку. То есть справа у меня два игрока, которые могут положиться с любой позиции. И слева у меня также два таких игрока. Что касается задач. Переходим на задачи и смотрим. В пати ничего не трогаем, все на балансе. Сон. Ничего не трогаем, кроме вернуться в защиту. То есть я заставляю ЛФД и ПФД, я ничего не трогаю у них по смещениям, по ширине. Только даю задачу вернуться в защиту, для того, чтобы они насыщали центр поля и помогали при прессинге в опорной зоне. Все остальное опять-таки на балансе. Что касается полузащити Мэдисон. Сбалансированная атака. Де Йонг тоже самое. Но у Мэдисона стоит закрыть фланги, а у Де Йонга закрыть центр. Почему это? Потому что у меня Мэдди подключается. Стоит сбалансированный атака. И благодаря нему я и выхожу из-под давления. Постоянно перевожу. То есть он мне дает ту ширину, которая необходима в атаке. Потому что схема эта узкая, два форварда. Ну, ЛФД и ПФД играют поуже с центральным форвардом. И благодаря Мэдди мы спокойно выдергиваем соперника на правый фланг. И сильным переводом выходим отсюда до противоположного края, где Мэдди подключается и играет чуть ли не на одной линии с Соном. Поэтому Мэдисон страхует именно его фланг. А Де Йонгу не нужно никого страховать, потому что Бальде остается сзади во время атак. Все, все остальное мы не трогаем. Тонали оставаться сзади, закрыть центр. Все. Здесь как бы ничего удивительного или нового. Ну и давайте переходить к самой игре. К примерам, опять-таки повторяю. Эта схема для меня родная исключительно благодаря тому, тому, что позволяет своей гибкостью играть именно в мелкий пас, играть с низом, играть в комбинационный футбол, играть в микроконтроль, играть через 2-го на 3-го, через 3-го на 4-го. Хоть и в этой части игры, к сожалению, это чуть-чуть поломали. И очень сложно даже в одно касание иногда L1 треугольники отдавать или в одно касание вообще X проживать, потому что мяч улетает. Но благодаря 4-3-2-1 и игрокам, которые мы выбираем, у нас получается забивать очень красиво и зачастую голы. Получается контролировать мяч, получается играть в пас. Хоть и не всегда. Например, с 4-4-2 это получилось, потому что очень широкая схема. Всего 2 игрока в центре поля. Не хватает 2 игроков в центре поля, к сожалению, для того, чтобы на всю использовать красоту. Опять-таки, футбола игры низом. Что касается А4-3-2-1, получалось абсолютно все. Получалось навешивалось, получалось заходить низом, получалось играть на закидках, заходить СР-1, простреливать на пустые, бить с лёта. За счёт того, что у нас, по сути, ширину давал в атаке полностью менди, то бишь левый защитник. Зачастую атаки все проходили в центре. У нас было очень большое количество игроков скоплений именно в центре поля. И если мне нужно было чуть-чуть растянуть соперника, то как раз-таки в этих эпизодах мне приходил на помощь. Левый защитник, который поднимался, растягивал, вытягивал на тебя соперника, образовал зону между КЗ и ЦЗ, куда раз за разом заходили мои атакующие игроки. Да и менди сам зачастую отдавал голевые пасы, то есть он играл чуть ли не на одной линии с соном в атакующей третьей. Так как сама игра подразумевает под эту схему игры низом, я очень много голов забивал чуть ли не в пустые ворота, доводя мяч до пустых ворот, то есть заходя во вратарскую с дуги, обводя защитников и доводя мяч до пустых ворот, благодаря R1 дриблингу и дальше просто R1 прострелом или же просто прокидки, которые очень хорошо работают. Если сам не забиваешь, то и соперник с радостью вместо тебя закинет в свои ворота. Обычный навесик буквально с фланга штрафной площади, вратарской площади, зачастую ваши игроки будут подставлять свои головы, ноги, смотря что вы прожмете. Если просто удар то головой, если прожмете L2 удар, то это будут акробатические удары. Кстати, акробатические удары в этой части какие-то сумасшедшие, и если исполнять вовремя в тайминг, то любой игрок даже без золотого исполнения спокойно может закидывать сумасшедшие голы через себя или там боковыми ножницами. Перекидки вратаря тоже работают на удивление эффективно и эффектно, но опять-таки надо понимать, что не против каждого соперника и не каждым игроком вы сможете это все исполнять. Что касается угловых, уже были шортсы на канале. Благодаря Мэдисону я очень много угловых мог сам закидывать напрямую, если было под правую ногу Мэдисона. И благодаря также Варану и Мэдисону очень много угловых. Я даже, если честно, сбился, сколько угловых было забито за последнюю неделю, пока я играл этой схемой, а я исключительно неделю играл этой схемой, благодаря Арауху, Варану, Мэдисону просто закидывал на ближак и на бегу забивал в дальний угол. Ну и на десерт для вас Финесе. Не зря я рассказывал про Гризмана справа и Сона слева, потому что это именно те игроки, у которых золотой игровой стиль как раз-таки стоит дальних ударов с Р1. И если у вас эти игроки в составе, во-первых, если их нет, сразу покупайте, если они есть, парни, просто выходите на полуфланг и бейте Р1 в дальнюю. Я не знаю, насколько это вообще адекватно, но 2 из 3, если вы прожимаете правильную силу, 2 из 3 ударов почему-то летят идеально в девятку. Я, если честно, думал, что это сразу пофиксят, как только игроки заметят. Если помните, в 20-е это было FIFA или 21-е, где игра вышла, и в первые же недели каждый удар обводящий Месси, Дибалы с Халахом залетал идеально в девятку, и тогда это быстро пофиксили. Здесь же, я не знаю, это реально уже не как баг, а как фича подается, и поэтому если у вас в составе есть игроки по типу Мэдисона, Гризмана, Сона, Де Йонга, у которого золотая 3 вэлла, то есть игроки с золотыми стилями игры. Просто бейте, просто бейте, особенно если играете против команды, которая закрывается, не дает заходить в свою штрафную, очень плотно обороняется. Выходите спокойно, золотым своим игроком, который стоит, ну сколько, 80-90 тысяч, и кладете в дальнюю девятку. Главное, приучиться к силе удара, остальное это же дело привычки. Также давайте под конец посмотрим, что нам насыпет в очередной раз в третьем дивизионе за награды, за Rivals. И вот на этот раз я, конечно, уже задумываюсь, потому что в предыдущие разы я все-таки брал продаваемые паки, и мне ничего не упадало. Здесь я все-таки думаю, возможно взять монеты было бы не самым худшим, не самой худшей идеей, и наверное я так и сделаю. Потому что в паках этот аккаунт абсолютно проклятый, и я беру на этот раз деньги, и надеюсь, что не пожалею. Да и если выпадет кто-то играбельный, я думаю, что ничего страшного, я его в состав как-нибудь впихнул, или будет суперсабом, но монеты лишним не бывают. Идем открывать, идем смотреть. Ни на что не надеемся, ничего не ждем. Просто открываем и наслаждаемся сие великолепием. Так. Так. Ну это въеб все, ну это понятное дело. Это база, это мы принимаем. Это записано. Это на папирусах. Угу. Это выиграли на анусе. Угу. Большой премиум набор золотых игроков. Ну давай, ну давай. Ммм. Ммм. Это не волкер, я гарантирую, это это трепье. Херс 2 бы это был волкер. Потому что он бы пошел мне прям в основной состав. Не дай бог, как говорится, да? Ну и последний набор редких игроков. Удиви меня. Ммм. 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 Моему удивлению нет предела. Лука Модрич, который был спешилкой, после того, как перестал им быть, выпадают нам паки за награды. Понятное дело, что я с ним ничего не делаю. Подскажите, сколько он стоит? Он стоит дешевле, чем я взял монеты. Соответственно, вы только что могли заметить, что я, взяв монеты, поступил абсолютно правильно. Потому что если бы я взял эти же паки продаваемые, то я бы даже 25 тысяч не заимел бы. А так у меня Модрич просто пойдет в какой-то СБЧ. Остальных бомжей я просто, ну, считаю, в ноль отдаю. Но 25 тысяч забираю за 7 побед. Все. Спасибо, игра. Ну, а на этом все, парни. В конце хотелось бы еще раз пригласить вас в свой Телеграм-канал, а также на Бусти-канал, где регулярно выходят новые материалы. Такие же видосы, полезные, как и на Ютубе. Иногда и полезнее. Ну, потому что там видосы выходят исключительно для тех ребят, для тех парней, которые поддерживают этот проект финансово. Что очень важно в наше время. Вы и так хорошо понимаете. Также там есть абсолютно новые пакеты на индивидуальные тренировки с аналитическим разбором. Если вам интересно разобраться, что вы в этой игре делаете так, а что не так. Поэтому не стесняемся, переходим, подписываемся. Буду рад помочь. Ну, а под конец еще раз. Благодарю за просмотр. Если было полезно, не забудьте поставить лайк. Ну, и еще увидимся. Берегите себя. Пока.